США, Бразилия, Япония, Россия. Помимо Украины, свои работы прислали художники из 20 стран мира. На выставке представлены графические картины. Их рисуют при помощи карандаша и ручек, рассказывает Энгельсина. Она представила две своих работы. Одну из них нарисовала за 20 минут. Вдохновила фотография подруги, ее зовут Дана. Я несколько раз просмотрела фотографии, почему-то мне казалось, что там есть ангел. И работу я назвала «Ангел Даной». И получилась она у меня абсолютно очень быстро, на каком-то таком душевном порыве. Работы Елены на этой выставке представлены впервые. Девушка рисует около трех лет. Работает в жанре импрессионизм. Такая деталька есть, красная лента, за которую человек тянет, делает свой выбор. И одуванчик, семена отлетают, и на каждом из семян есть выбор. То есть кто-то идет в науку, кто-то занимается музыкой, кто-то литературой, кто-то, может, наоборот, ничем не занимается. На выставке представлены и работы заслуженных мастеров. Анатолий Мельниченко рисует более 30 лет. Он – член Национального союза художников Украины. Я первый раз, так что я рад, что эта выставка еще и благотворительная. Кому-то моя работа принесла еще больше. В день открытия выставку посетили около сотни человек. Мне картина эта очень понравилась, потому что, во-первых, тут есть идея, эта идея понятна. И очень хорошее исполнение. Видно, что человек, который рисовал эту картину, Богачева Олеся, она обладает каким-то и вкусом, и техникой. Выставка современного искусства проводится в Донецке в пятый раз. Присылать свои работы может каждый желающий, но выбирают их организаторы. В этом году сделали упор на картины начинающих художников. Так стараются привлечь молодежь к искусству. В чем заключается благотворительность? Во-первых, сами авторы, художники присылают безвозмездно на фонд эти работы. И одна из идей, вот следующий вопрос логичный, куда одевается работа, это создание центра современного искусства. И вот планируется собрать вот коллекцию, которая, я думаю, в ближайшее время возникнет. Ну, может быть, не музей, но хотя бы выставочный зал. Выставка продлится до 14 февраля. Вход бесплатный. Сергей Аганесян, Евгений Сысоев, Панорама.